Проблема еврейских женщин в арабских деревнях. Это кризис. Хоть их и немного, но не могли бы вы конкретизировать эту ситуацию, а также рассказать, что предпринимает по этому поводу израильское правительство, если вообще предпринимает, и что другие группы делают для решения этой проблемы? В Израиле 5000 еврейских женщин замужем за арабами. Я не говорю о тех, кто живет с ними. 5000 еврейских женщин замужем за арабами. А в Израиле такой закон, что выйти замуж за мусульманина можно только приняв ислам. Поэтому 5000 еврейских женщин приняли ислам. Большинство из них живет в арабских деревнях. Большинство в Мишулаше и Галилее. Сложно позавидовать вообще всем, кто живет в арабских деревнях, не говоря уже о женщинах. Тем не менее, многие еврейские женщины проходят через двойной ад. Во-первых, они становятся женой жителя мусульманского города или деревни, но, что более важно, их по-прежнему считают еврейками, пусть они и перешли в ислам. С нами часто связываются семьи этих женщин, которые по их просьбе просят нас помочь им выбраться из деревни. Это непросто. Если вы думаете, что однажды они говорят, «Все, я ухожу», это не так. Они боятся. Араб просто придет за ними, потому что арабы не боятся. Поэтому у нас есть общежитие, в котором мы держим женщин и детей, и поскольку это общежитие Каха, никто их не трогает. Что делает правительство? Правительство ничего не делает, потому что у нас демократия. Продолжение следует...